Какой была крупнейшая ящерица, известная науке? Какую доисторическую рыбу боялись даже акулы? И чем были страшны носороги из прошлого? Сейчас расскажу. В этом выпуске вы узнаете о самых жутких доисторических монстрах. Мегалания. Так зовут нашего первого гостя и по совместительству крупнейшую из известных науки наземных ящериц. Мегалания относится к семейству варанов, одного из представителей которого вы можете наблюдать и в наши дни. Да, речь идет о комодском варане, но поверьте мне, наш современный аналог, каким бы суровым и опасным он ни был, ни в какое сравнение не идет с этим доисторическим монстром. Судя по местоположению останков, которые активно откапывают, мегалания обитала в северной и западной частях Австралии. Сказать, что она была крупной, это ничего не сказать. Дальний родственник комодского варана, по разным данным, мог вырастать от 4,5 до 9 метров в длину и весить при этом 300 или 2200 килограммов. Думаю, теперь вы точно не будете сомневаться в том, что мегалания была одним из самых опасных обитателей Австралии, которого боялись почти все остальные животные. Что ж, давайте перейдем к самому интересному или попробуем понять, каким образом эта рептилия разрослась до таких исполинских размеров. К счастью, объяснение этому есть. Почти всю свою жизнь это чудовище древности оставалось молодым. Из-за этого мегалания могла дольше других накачивать себя гормонами роста. С такими данными, наша гостья вполне могла бы охотиться в стиле беззаботного убийцы, идти напролом и рубить всех, кто только попадется ей на глаза. Однако что-то уже тогда, в древности, заставило ее поменять стратегию охоты. Мегалания, подобно ее современному аналогу, стала засадным хищником. Рептилия пряталась в кустах, дожидалась момента и лишала врага жизни всего за один четкий рыбок. А когда охотиться на кого-то крупного ей было лень, она спокойно развлекалась прессингом хищников поменьше. Подходила и на правах сильнейшего присваивала их добычу себе. Иди попробуй возразить этому монстру. Кроме того, существует мнение, что мегалания могла быть ядовитой, подобно современным варанам. Но поскольку современные комодские вараны убивают жертву исключительно путем нанесения механических повреждений, эту теорию считают недостаточно обоснованной. Скорее всего, если яд и был, то он выполнял другие функции, такие как участие в пищеварении. Ну и раз уж мы с вами затронули тему безумных теорий, то вот вам еще одна. Жители Австралии в конце 1990-х годов на полном серьезе начали докладывать властям и просто разным правоохранительным органам о спрятавшихся в их краях мегаланьях. Конечно, по мнению ученых, возможность такого расклада минимальна, но сам факт того, что вымершее существо чисто в теории может оказаться невымершим, меня пугает. А вас? Акрокантозавр. А это, дамы и господа, род гигантских хищных динозавров, которые жили около 109-125 миллионов лет назад. С древнегреческого название этого динозавра означает «ящерица с высокими шипами», и это один из тех случаев, когда ученые описали существо четко и по факту. Из спинных позвонков акрокантозавра на самом деле росли остистые отростки, достигающие 35 сантиметров в длину. Этот монстр пугал своим видом буквально всю живность вокруг. Круче и опаснее него на тот момент вообще никого не было. Даже страшно представить, в каком безвыходном положении находились все прочие создания. Они осматривались и видели хищного гиганта, достигающего примерно 11 метров в длину и весящего за 6 тонн. Кроме того, у него была невероятная пасть с такими же невероятными клыками. Грозности общему виду также добавляли и суровые костяные надбровные наросты. Спина мутанта напоминала гроб, что визуально делало его еще брутальнее и больше, ну а законченный вид всему этому творению природы придавал мощный хвост. На фоне такого нескромного тела ноги казались короткими, но мощными. Передние лапы были не к черту, однако это всяко лучше, чем ничего. В результате этот ящер не боялся практически никого, разве что своих, более старших собратьев. Говорят, что эти животные могли драться друг с другом чуть ли не при первой же возможности. Они как просто спарринговали, так и отстаивали родные территории. Впрочем, это никак не мешало им дружно охотиться. По мнению специалистов, акрокантозавры нередко нападали целой бандой. Под раздачу попадали буквально все. Во время охоты эти существа не только рвали зубами плоть, но и, возможно, использовали свои короткие руки. Кто-то из банды цеплялся ими за жертву и держал, пока собратья оформляли ей билет на тот свет. Все-таки сила укуса этого существа не была такой невероятной, как у многих других созданий, а потому приходилось рассчитывать на урон от когтей и силу группы. Докозавры Эти существа, в отличие от двух предыдущих, не имеют никакого отношения к баталиям на суше. Вместо этого они предпочитали подводные сражения, в которых, между прочим, неплохо так преуспели. Докозавров также называют морскими крокодилами. Это одни из немногих представителей своего семейства, которые были приспособлены к охоте почти на одну лишь крупную добычу. Размеры у них были достаточно выдающимися, от 4 до 5 метров в длину, но назвать их пугающими лично у меня язык не поворачивается. Морда была короткой, зубы хоть и огромные, но в то же время немногочисленные. Конечности же по мере эволюции были преобразованы в ласты. Может показаться, что докозавры ни на что в этой жизни не способны, кроме как веселить других морских жителей и надеяться на чудо, но это не так. По образу своей жизни они отдаленно напоминали косаток. Это были активные водные хищники, которые могли справиться с кем угодно. Размеры врагов их ни капельки не колышали. Вероятно, они охотились в основном на ихтиозавров, плезиозавров и крупных рыб вроде акул. Куски мяса от крупной добычи они отрывали так же, как и современные крокодилы. У докозавров хорошо были развиты челюстные мышцы, а строение черепа и позвонков позволяло им совершать так называемое смертельное вращение. В этом им помогало особое устройство зубов, которое от природы больше заточено на удержание и покусывание костей, нежели на разрезание плоти. На этом этапе многие из вас зададутся вопросом. Но как в таком случае главный охотник морей и океанов вымер? Ведь он такой успешный и крутой, ну просто во всем. А вот и не во всем. У докозавров были явные проблемы с размножением. Как и большинство рептилий, они откладывали яйца. Но как это делать, если ты всю жизнь проводишь под водой? На берег выбираться не вариант. Морской крокодил разучился ползать по суше. Откладывать яйца в открытый океан тоже так себе затея, ведь детеныши утонут. Любопытно, что ученые до сих пор так и не пришли по этой теме к единому мнению. А отсюда и вытекла главная проблема их вымирания. Докозавры попросту не определились, как им лучше размножаться. Они пускали этот процесс на самотек и постепенно снижали свою популяцию в условиях полной доминации. Вот такой вот природный парадокс. Не нужно думать, что это какие-то бредни и небылица. Парадоксов в жизни действительно много. Вот, кстати, еще один из них. Как этого милейшего котенка кто-то мог оставить совершенно одного на улице? К счастью, брошенку подобрал мой добрый подписчик. Приютил и сразу же избавил от всех проблем. Накормил, напоил, проверил на болячки. Сделал все, кроме последнего, не менее важного момента. Придумывание имени. Давайте ему поможем. Это, если что, девочка. Напишите в комментариях, как ее можно назвать. Так, ладно, немного отвлеклись от темы и снова возвращаемся к ужасным древним монстрам. На очереди у нас еще один житель глубин, имя которому Ксифактин. Это гигантская лучеперая рыба из вымершего отряда, которая существовала 70-100 миллионов лет назад. Говорят, что длина ее тела достигала 6 и более метров. У Ксифактина были безумно сильные челюсти, усаженные огромными клыкообразными зубами. Особенно выделялась нижняя челюсть, из-за которой нашему гостю дали негласное название «рыбобульдог». О размножении этого существа, как и в предыдущей истории, ничего толком не известно. Зато люди знают, что Ксифактин плавал вдали от берегов и пожирал все, что только видел. И я сейчас ничуть не преувеличиваю. На свои острейшие клыки хищник мог насадить практически кого угодно. От мелких рыб до довольно крупных акул. Да, назвать его высшим охотником нельзя, это было бы неправильно. Ведь скелет Ксифактина также нередко находили и в содержимом желудка других существ. Однако он был вполне себе достойным среднячком, который мог отлично за себя постоять. Вполне вероятно, что эта рыба и дальше пугала бы морских обитателей, если не одно «но» – высыхание его родного моря. Увы, но каким бы сильным хищником ты ни был, против климатических изменений не попрешь. Индрикотерии А теперь мы с вами посмотрим на предка носорога, который существовал около 20-30 миллионов лет назад. Говорят, индрикотерии могли вырастать почти до 5 метров в холке и весить при этом около 25 тонн. Для понимания, современный африканский слон, то есть самое крупное наземное животное, весит всего около 6 или 8 тонн, хотя и это невероятное значение. Древний же гигант был словно не с нашей планеты. Его образ жизни, как и всех других исполинов, был предельно спокойным. Он ходил себе, бродил, заглядывал, куда глаза глядят, и кушал листики. Судя по строению черепа индрикотериев, их язык был достаточно длинным и жестким, вроде того, что есть у жирафов. С его помощью животные в два счета опустошали все верхушки местных деревьев. В целом, это почти все, что о них известно. Осталось рассказать вам об их принципе жизни. Наши гости существовали как группами, так и нет. Женские стада возглавляла старая самка. Самцы же выживали сами по себе. Считалось, что они слишком опасны для молодняка, могут сорваться на них без повода и затолкать, либо вовсе съесть. Такие проблемы любящим матерям явно не нужны. Кстати, вы, наверное, смотрели сейчас на видеоряд с этими существами и думали, почему где-то они показаны одним образом, а где-то другим. В этом нет ничего странного. Просто ученые до сих пор не определились с их внешностью. Всего есть три главных варианта. Либо это была огромная лошадь, либо огромный носорог без рога, либо просто довольно массивный и в то же время странный жираф. Как бы то ни было, вымерло это чудо из-за изменений климата. По крайней мере, так думали до недавних пор. На деле же оказалось, что все не так просто. В период исчезновения эндрикотериев на их территории были слоны. Они были меньше размером и потребляли меньше растительности, а также у них была многофункциональная рука в виде хобота. Да и вообще, они оказались более сообразительными и умными животными. Вероятно, за недолгий промежуток времени слоны просто вытеснили своих крупных соседей. Вы когда-нибудь задумывались о том, как жилось разным крупным существам? Вот я рассказал вам об эндрикотериях. Сюда же можно добавить тиранозавров или кого-нибудь еще. Это нам, слишком умным и слишком мелким людям, кажется, что быть большим здорово. Ты в таком случае становишься властелином всего вокруг, никого и ничего не боишься, а значит можешь подминать флору и фауну под себя. Звучит вроде бы логично, но так ли это на самом деле? Спойлер, ничего подобного! Современные ученые вооружились электронными микроскопами вместе с прочими устройствами и принялись изучать скелеты с особым интересом. Выяснилось, что древние гиганты чем только не болели. У них были и артриты, и кариесы, и остеохондрозы. Что, думаете, это самое страшное? Там же, среди болезней, затесался и рак. Американские ученые из штата Огайо просканировали 10 тысяч костей вымерших травоядных существ и определили, что примерно 30% от их общего числа характерны опухоли. Сейчас сложно сказать, сколько из них было злокачественными, но современные животные имеют в сотни раз меньше сомнительных наростов. От инфекционных болезней динозаврам тоже досталось. Обнаружить их значительно сложнее, однако особо вредные бактерии уничтожают не только органы, но и кости, выдавая таким образом свое присутствие. Так ученые выяснили, что динозавры частенько болели туберкулезом, пневмонией и даже воспалением воздушных мешков. Кто знает, какие еще недуги встроятся после ближайших изучений скелетов вымерших гигантов. Но одно я теперь знаю точно. Быть самым большим и опасным в лесу не значит прожить долгую и счастливую жизнь. Тем не менее, огромные жители в древности были, и этого не отнять. Один из таких – пахицефалозавр. Да уж, ну и название придумывают им ученые. Давайте называть его проще – «Баран из древности». Почему так? Да потому что этот житель Штатов и Канады просто обожал бодаться с другими созданиями. При любом удобном случае он таранил соседа головой. И ведь не сказать, что она была пустой. Это вполне нормальное поведение, если учитывать строение головы. Не зря же мать природа подарила ей настолько толстую кость. По некоторым данным, толщина черепа могла доходить до 25 сантиметров. В любом случае, каким бы крупным ни был череп, биться им на постоянной основе не очень комфортно. Чтобы исправить это недоразумение, наш гость с трудным названием обрел шикарную амортизацию. Костяная подушка из толстого черепа вместе с короткой шеей и крепким позвоночником в купе образовывают идеальный механизм для тарана кого и чего угодно. А вот к набиванию желудка едой их голова была приспособлена так себе. В отличие от других динозавров, зубы у нашего героя были мелкие и тонкие. Такими жесткую травку не пожуешь. Поэтому бараны из древности были настоящими гурманами. Питались лишь молодой листвой, ягодами и плодами. Хотя и эта информация в последнее время подвергается сомнениям. Некоторые исследователи говорят об обратном. О том, что это чудовище было всеядным, причем его рацион мог меняться от сезона к сезону, прямо как у медведей. Шонезавр Именно так зовут следующего гостя нашего выпуска, который жил очень и очень давно. Более 210 миллионов лет назад. Считается, что шонезавры были самыми большими морскими рептилиями. Однако их рацион до сих пор окутан пеленой тайны. Как бы то ни было, мне кажется, что шонезавры явно не голодали. Все же их длина могла превышать 15 метров, при весе в 30 или даже 40 тонн. С такими габаритами шонезавр обошел не только водных ящеров, но и многих титанов морского мира. Тот же мегалодон, по сравнению с нашим героем, показался бы килькой. Единственное, что сравнивать того же мегалодона и шонезавра в честном бою было бы неверно. Во-первых, они жили совсем в разное время. Ну да ладно, опустим этот момент. Самое важное здесь то, что наш гость не охотился на крупную добычу. Ему куда приятнее и проще было уходить на глубину и всасывать кальмаров. Именно так звучит основная теория о его рационе. Есть, конечно, и более кровопролитные версии, но они пока почти ничем не подкреплены. Археллон А вот эту черепаху в воде уже вряд ли найдешь. Зато на нее можно наткнуться в некоторых музеях. Вы все правильно поняли. Археллон – вымершая черепаха. Археллон заткнул бы за пояс даже кожистого гиганта, ведь это крупнейшая морская черепаха всех времен. В длину она достигала 4,6 метров, а весила более 2,2 тонн. При этом размах ласт достигал 5 метров. Кстати, ученые считают, что археллон – это очень давний предок кожистых черепах. Эти огромные создания жили вместе с динозаврами. Они появились на планете около 100 миллионов лет назад и исчезли вместе с пресловутыми ящерами 66 миллионов лет назад. Питание археллона напоминало диету современных кожистых черепах – медузы, ракообразные, моллюски и так далее. Интересно, а как долго жили эти создания? Может, 100 лет или 150? Если так, то это мощно. Но мне кажется, вряд ли археллоны жили дольше, чем Джонатан. Это одна из крупнейших современных черепах, но главное – самая старая черепаха на планете. В это сложно поверить, но Джонатан родился в 1832 году, то есть старику уже почти 200 лет. Он относится к виду гигантских черепах, которые распространены на острове Альдабра на Сейшелах. Правда, сам Джонатан живет не на родине. Его перевезли на остров Святой Елены в Атлантическом океане, где сейчас за ним присматривает само правительство острова. Старик чувствует себя хорошо и, кажется, совсем не собирается умирать. Удивительно, что только не произошло при его жизни. От появления кино, самолетов, телефонов и интернета, до кучи различных социальных и политических событий. К слову о политике, Джонатан пережил 28 губернаторов на острове Святой Елены. Наверное, переживет еще минимум парочку. Думаю, достаточно о черепахах на сегодня. Но помимо них можно рассказать и о куче других огромных созданий, предпочитающих воду. Смотрите дальше, чтобы увидеть самую большую акулу. Медузу, которая больше человека, 50-метровый организм и лягушку, которую нереально поместить на ладонь. Акула Мало кому захотелось бы встретиться под водой с акулой. Как-никак, большинство из них крайне опасное. Но если наткнетесь на китовую акулу, то можно не переживать. Это, пожалуй, самая добрая акула в мире. И самая большая. Китовой ее прозвали не случайно, ведь размеры у нее под стать самим китам. В длину она может вырастать до 20 метров, а весит около 20 тонн. Но, конечно, бывают и особи покрупнее. На крупных морских обитателей и тем более людей китовая акула не охотится. С китами ее роднит и диета. Этот гигант медленно плывет на скорости 5 километров в час и уплетает планктон и мелких ракообразных, засасывая их вместе с морской водой. Китовая акула – настоящий добряк. Она всегда рада поплавать с дайверами и позволяет фотографировать и снимать себя сколько угодно. Интересно, что при всей своей доброте у этой акулы столько зубов, что даже большая белая акула ужаснулась бы. В пасте гиганта порядка 300 тысяч зубов. Но они очень мелкие, не более 5 миллиметров каждый. И предназначены они не для укусов, а чтобы не выпускать наружу пищу. Медуза Многие медузы очень опасны. Взять ту же кубо-медузу, которая может прикончить несколько десятков человек за считанные минуты. Но этот гигант не опасен для человека. Тем лучше, ведь мы можем получить потрясающие кадры сблизи. Это волосистая цианея – самая большая медуза в мире. В океане можно встретить особей, купол которых достигает 2 метров в диаметре. У таких рекордных гигантов щупальца способны вытягиваться на несколько десятков метров. У самой большой измеренной медузы длина щупальцев достигала 36,5 метров, а диаметр купола – 2,3 метра. Щупальца длиной с десятиэтажный дом. Не верится, что такое возможно. Но это, кстати, не предел. В мире есть существо с еще более длинными щупальцами, но о нем попозже. Лягушка Среднестатистическая лягушка совсем небольшая. Гуляя где-нибудь возле реки или болота, вы можете даже не заметить ее, если она не начнет квакать. Но лягушку Голиафа невозможно не заметить. Это реальный исполин и действительно Голиаф. На руку такую амфибию поместить практически нереально, если, конечно, вы сами не гигант. Как-никак, лягушка Голиаф может достигать почти метра в длину около 25 сантиметров, в ширину и весить до 6 кило. Это примерно как размеры домашнего кота, если бы он был еще сплюснутым. Самые большие лягушки в мире обитают в Африке, в юго-западном Камеруне и экваториальной Гвинеи. Там их можно обнаружить в водопадах быстрых и полноводных тропических рек. Это, кстати, важный момент. В отличие от большинства своих сородичей Грязнуль, лягушка Голиаф достаточно брезгливая. Ей нравится жить в кристально чистой воде, полной кислорода. Как и многие другие лягушки, Голиафы пугливые. Они замечают все, что передвигается вокруг на расстоянии 40 метров, и если чувствуют опасность, прыгают одним прыжком на 3 метра в воду. К сожалению, вид находится на грани вымирания. Местные охотятся на этих гигантов с помощью ядов, сетей и ловушек, желая нажиться на удивительных земноводных рекордсменах. Грибнистый крокодил Все крокодилы любят воду, но грибнистый крокодил не прочь поплавать и в морской воде. Морским или соленоводным крокодилам – это не только крупнейший из всех крокодилов, но и самая большая рептилия в мире, а также самый огромный сухопутный хищник на планете. Эти монстры без труда вырастают более чем на 5 метров и весят около тонны, хотя некоторые могут составлять свыше 6 метров в длину при массе под 2 тонны. Помимо гигантских размеров, эти крокодилы могут похвастаться отличным зрением, невероятной скоростью передвижения по воде, которая превышает 20 километров в час и неистовой силой. Ударом хвоста грибнистый крокодил сбивает с ног любое животное, а своим укусом, который считается самым сильным во всем мире, он без труда перемалывает кости, будто это чипсы. К тому же, грибнистый крокодил обладает очень сильным иммунитетом и быстро восстанавливается даже после серьезных ран. Как по мне, это что-то вроде финального босса в какой-нибудь видеоигре. Грибнистый крокодил – одно из самых опасных животных не только сейчас, но и за всю историю в целом. Встреча с ним на его территории почти наверняка приведет к гибели. Сифонафоры Вернемся непосредственно в море. Думаю, все знают, что крупнейшим животным в мире является синий кит. Он очень тяжелый и очень длинный, может составлять 33 метра в длину. Казалось бы, такой результат нереально побить, но это не так. Я уже показывал вам волосистую цианею с ее 36-метровыми щупальцами и обещал показать кое-кого покруче. Это сифонафора. На самом деле, это не одно единственное создание, а целая колония, совмещенная в единое целое. Части сифонафоры называются заоидами. Совместно они могут достигать невероятной длины. Некоторые сифонафоры вытягиваются до 45-50 метров. Сифонафоры – очень живучие создания. Если даже отрезать половину заоидов, колония продолжит жить. Достаточно всего одного заоида, чтобы сифонафора могла существовать. Надо сказать, эти создания не безобидны. Среди них есть настоящие монстры, и самый известный из них – португальский кораблик. Несмотря на ласковое название, само существо вообще не ласковое. По сути, это что-то вроде крайне опасной медузы, щупальца которой достигают чудовищных размеров. Ловчие щупальца кораблика несут огромное количество стрекательных клеток, яд которых опасен для человека. Контакт с большой поверхностью щупалец может быть смертельным. И что самое жуткое – португальский кораблик может прикончить жертву, находясь при этом в 10 метров от нее. Вот мы и познакомились с гигантскими и невероятно большими представителями животного мира. А какие гиганты населяли нашу планету в древности? Смотрите далее. Карбонемис. И начнем мы с существа, которое в свои годы явно имело амбиции на становление высшим, самым страшным и опасным хищником планеты. Кто-то из вас сейчас представляет гигантского динозавра, другие пошли немного иным путем и вообразили опасную птицу. Но кто бы мог подумать, что карбонемисом будет черепаха? Конечно, она отличалась от черепах, которые ползают по Земле в наше время. Она имела панцирь диаметром около двух метров, весила более трехсот килограммов и была чрезвычайно сильна. Главная особенность и по совместительству сила черепахи – это ее клюв, способный перекусить даже толстые кости врагов словно соломинку. Тем не менее, какими бы высокими амбиции ни были, бегать словно какой-нибудь тигр и хватать всех направо и налево она, конечно же, не могла. Черепаха выбрала для себя засадный тип охоты. Пряталась в кустах, выжидала свою цель и как только та оказывалась в доступности, карбонемис сделала резкий рывок, за ним всего один кусь и все, дело было сделано. Угодить в ее ловушку, к слову, мог практически кто угодно. Млекопитающие рыбы и даже крокодилы не могли сопротивляться огромной силе боевой черепахи. Лишь Титанобоа, крупнейшая змея за всю историю планеты, не боялась этих бронированных убийц. Однако, правды ради, стоит отметить, что и карбонемис не сильно-то боялся эту змею. Как ни крути, пробить его панцирь было крайне трудно даже для нее. Ну а кто из них был в более выгодном положении, по вашему мнению, можете написать в комментариях. Наш следующий доисторический гость представлял собой птицу, только не обычную, а наземную, не летающую. Если раньше такие гиганты являлись нормой, то сегодня всего одна такая пернатая могла бы навести немало шороху. Дело в том, что один только клюв диатримы превышал 45 сантиметров в длину. Сама же она имела рост под 2 метра, а также могла похвастаться мощным телом. Тем не менее, оно было в то же время и довольно коротким. Речь идет о недоразвитых крыльях. Однако, как оно обычно и бывает, если природа где-то тебя ограничивает, то она компенсирует это чем-то другим. Ровно этот сценарий и произошел с нашей пернатой. Она с рождения получила сильнейшие ноги, на каждой из которых было по 4 пальца. Весил наш красавчик порядка 100 килограммов, а в его длинном клюве располагалось множество небольших, но острых, как бритва зубов. Итак, как я уже сказал, из-за проблем с крыльями летать диатрима не могла. Ведя исключительно наземный образ жизни, она была довольно свирепым хищником и в случае необходимости, например, во время погони, могла развивать высокую скорость передвижения. Ученые считают, что она была сопоставима со скоростью страуса, то есть порядка 60-70 километров в час в случае опасности. Несмотря на свой хищный нрав и натуру, диатрима могла питаться не только мелкими представителями доисторических животных, но и растительной пищей. Можно с уверенностью сказать, что своим мощным клювом она могла разбить любой орех, плод или нарыть себе кореньев. Мало того, исследователи считают, что сила удара 45-сантиметрового клюва этой птицы сродни силе удара гильотины. Все, что попадалось ей на глаза, моментально крошилось и перемалывалось. Ну а что происходило с животными, попавшими в ловушку этой птицы переростка, даже страшно представлять. Их судьба, наверное, обрывалась за один удар головой. Было бы странно, если бы из птиц главную опасность представляли лишь наземные существа. Поэтому я собираюсь рассказать вам о, на сей раз, летающем представителе пернатых, которого звали Аргентавес. Причем это не просто какой-то еле летающий пернатый. Это величественное создание, считающееся одной из крупнейших птиц в истории. Жил наш герой на территории современной Аргентины, о чем и свидетельствует его название, переводящееся как «величественная аргентинская птица». Что же до его габаритов? Рост превышал 120 сантиметров, размах крыльев составлял около 7 метров, а вес переваливал за 70 килограммов. Но и это далеко не все, что можно рассказать про эту птицу. К примеру, внимание определенно стоит метод ее охоты. Аргентавес парил высоко в небе и выслеживал потенциальную добычу. Заприметив цель, он буквально обрушивался на нее с небес и превращал в лепешку. Еще бы, вы просто представьте, каково было другим существам, когда на них с высоты десятков метров свободным падением падал 70-килограммовый гигант. Ну а если цель по какой-то причине все еще барахталась и проявляла признаки жизни, этот хищник умело и быстро с хирургической точностью разбирался с ней своим острым клювом. Тем не менее, нельзя не отметить и минусы этого охотника. Они у него все же были. Например, из-за столь крупных габаритов Аргентавесу было непросто взлетать, и для этого постоянно требовалась подходящая местность, какое-то дерево или склон. Скорость он тоже какую-то феноменальную выдать не мог. Разгонялся до более чем обычных для летающих птиц 60-70 километров в час. Тирекс Тиранозавр в переводе с греческого языка означает «тиран» и «ящер». Эти существа обитали на территориях нынешних Канады и США и являлись единственными в своем виде принадлежащими отряду ящеротазовых. Оценить всю силу и мощь канувших в лету существ сегодня можно, только исследуя их останки. И вот, к слову, один из скелетов Тирекса. Самый большой скелет, если быть точнее. Он был найден возле канадского соскачивана и позволил ученым сделать вывод, что тиранозавр весил более 8 тонн и имел длину около 13 метров. Эти цифры постоянно менялись и плавают до сих пор, однако что остается неизменным, так это информация о челюстях Тирекса. Один из зубов этого существа, который людям удалось найти, превышал 30 сантиметров в длину. Это, к слову, самый крупный из всех найденных зубов плотоядных динозавров. Ученые считают, что у Тирекса таких в пасте было несколько десятков. Самым жарким спором относительно этого существа всегда был и остается спор касательно охоты. Одни ученые считают, что тиранозавр был активным сверххищником, который охотился на других крупных динозавров, таких как цератопсы и зауроподы. Другие, в свою очередь, утверждают, что он питался в основном падалью. Но сейчас большинство палеонтологов полагают, что тиранозавр мог как охотиться, так и питаться погибшими существами. В любом случае, мне кажется, что последняя версия самая правдоподобная. Этому аномальному гиганту было фиолетово кого и как слопать. Особенно, если учесть силу хвата тиранозавра. Как говорят ученые, укуса этого существа было бы достаточно, чтобы прокусить автомобиль. Вы сейчас-таки слушаете про этих древних монстров и думаете, как хорошо, что в наше время нет никого настолько же огромного и опасного. Но, как бы мне не хотелось вас огорчать, я вынужден сказать, что опасный не значит большой. Сейчас я покажу вам реального тирана современности, с которым не стоит связываться. Тайпан Маккоя Хладнокровный взгляд этого монстра пробирает до костей даже в жарких пустынях, а один укус поразит сразу сотню человек. И нет, это не фигура речи, а жуткий факт. Подобно большинству опаснейших созданий, наш герой прописался в Австралии. И как бы местные не привыкали к этим аномальным существам, тайпан Маккоя стоит у них на особой примете. Во-первых, животное достаточно крупное. Да, это не огромный питон или удав, но назвать ползучую длиной 2-2,5 метра маленькой язык не поворачивается. А его маскировочный окрас, который идеально сливается с пустыней, вовсе делает из него идеального охотника. Хотя нет, прямо-таки идеального охотника из него делает другой фактор – наличие яда. Причем самого опасного в мире. Если вам трудно представить, насколько токсин может быть вреден, просто послушайте сравнение. Одной его дозы будет достаточно, чтобы прикончить 250 тысяч мышей. Если на примере малюток с хвостами вам все еще ничего не ясно, то все той же одной дозы хватит где-то на 100 здоровых человек. Сердце гипотетических подопытных замрет навсегда всего через 30 минут после встречи с этой бестией. К счастью, это существо не бросается на всех подряд и довольствуется синицей в руках, поедая мышек, крыс, тушканчиков и прочую мелезгу в своей родной пустыне. Не знаю, как для вас, но для меня вот эта реальная опасная змея. Она в сто раз опаснее титанобоа из-за того, что ее очень трудно найти. А съедят добычу за счет крупных габаритов или за счет одного точного укуса и введения в тело яда – особой разницы нет. А вот к кому я точно не безразличен и неравнодушен, так это к котику из следующего видео. Пересмотрев этот случай уже несколько раз, я просто не могу поверить в то, насколько милому созданию повезло. Нет, ну вы это видели? Как будто еще бы одна секунда и с жизнью этой милахи можно было попрощаться. Тем не менее, все обошлось. Надеюсь, что хозяйка и по совместительству автор видео примет меры и закроет дыру в заборе. Битва двух змей Если ситуация в прошлом видео в каком-то смысле неравная, то эта история немного отличается. Где-то в природе автор следующего видео заснял битву двух змей. В левом углу ринга была калифорнийская королевская змея, а в правом – гремучая. Честно сказать, я рассчитывал на куда более продолжительную и напряженную битву, но, видимо, королевской особи есть куда торопиться. Она подползла к противнику сверху и неожиданно его атаковала. Ввела дозу токсина и исполнила фирменный удушающий прием, противостоять которому не представлялось возможным. Ну а что было далее, вы сами понимаете. Она постепенно проглатывала гремучую змею. Причем весь этот процесс занял не более нескольких минут. Что ж, а на этом все. Напишите в комментариях, какое существо показалось вам самым пугающим. И спасибо вам большое за просмотр.